А вы когда-нибудь пробовали завязать глаза и провести вот так в темноте хотя бы час своей жизни? Наверняка вы столкнулись бы с колоссальными трудностями. Героиня программы «Возможность есть» с закрытыми глазами живет всегда. Каждую минуту она видит лишь темноту. И все же Гульнара Джунусова может смело назвать себя счастливым человеком. Почему? Узнаете прямо сейчас. Этой дорогой Гульнара Джунусова ходит каждый день. Ее шаги твердые, уверенные, быстрые. Трудно поверить, но Гульнара ничего не видит. По дороге Гуля не расслабляется ни на миг. Помогает звуковой светофор. Дорога до остановки изучена до мелочей. Каждый поворот, каждый камень и даже сугроб может стать ориентиром. Мне нужно найти сугроб, потому что это для меня ориентир каждую зиму. Конечно, это ненадежный ориентир, но поскольку он надежно тут лежит, уже третью зиму я тут хожу. Поэтому я иду по нему. До остановки Гульнара добралась довольно быстро, за 15 минут. Вот он закончился, походу. И вот остановка. Правда, еще не совсем почищенная, но ладно. Подойдет. По-моему, я нашла остановку. А вот ожидание трамвая порой затягивается. Все потому, что путь к общественному транспорту часто преграждают невнимательные водители. Нет, я не пойду, тут машина стоит. Нет. Нет, нет, нет. Гуля пропустила свой трамвай. Пришлось ждать следующий. Его приближение девушка слышит сквозь гул машин. О, вот слышу хорошо. На улице девушка прекрасно ориентируется. Гульнара слушает. Слушает машины, речь людей, хруст снега. Слышит она даже деревья и здания. Происходит изменение в акустике. То есть слышно, когда мимо здания проходишь, что что-то в акустике изменилось. Это значит какое-то препятствие. Здание там или дерево. То есть я на это, на все обращаю внимание. Вот. Ну и вот радио еще нам помогает. Мне до работы дойти. Гульнара Джунусова работает в Центре реабилитации слепых. Помогает таким, как она, чувствовать себя комфортно в повседневной жизни. Здесь она преподает вокал. Сейчас подбирает репертуар для будущих конкурсов. Гульнара прекрасно работает на компьютере. В помощь говорящие программы. Ай, народная победа. 18-го серии, 19-го веков. Гульнара с удовольствием ходит на работу и с огромной радостью возвращается домой. Ведь там ее ждут любимые мужчины. Муж и сын. С Ренатом Гуля познакомилась 22 года назад на музыкальном конкурсе. И лишь спустя 15 лет девушка услышала судьбоносный звонок. Мне в день рождения, значит, позвонили. Я поднимаю трубку и уже... Мы тогда познакомились, нам было по 13 лет, а тут уже такой мужской голос. Мне говорят, здравствуйте, здравствуйте. И думаю, что это какой-то розыгрыш, наверное. Это был Ренат с поздравлением и приглашением в Курск. И Гуля не побоялась изменить привычную жизнь. Я бросила абсолютно все. Взяла только одну сумку. Две. Документы. В августе я приехала, а 14 февраля он мне сделал предложение. Подарил сердечко красное, плюшевое. Вскоре сыграли свадьбу. Началась совместная счастливая жизнь. Гульнар и Ренат задумались о ребенке. И, естественно, незрячих супругов волновал вопрос воспитания малыша. Они все решили заранее. Если у родителей, допустим, в семье появился ребенок с какими-то ограниченными возможностями, ну, допустим, слабое зрение, не нужно делать из этого трагедию. Не нужно его, там, не знаю, до скончания века сдувать пылинки, кормить из ложечки. Дети должны расти так, как и все дети. Все могут. Руки здоровые, ноги здоровые. Все он может сам делать. Как делали сами Гульнар и Ренат. Никаких специальных методик и особых подходов в воспитании на себе они не ощутили. Чувствовалось такой самостоятельности. Ну, это хорошая база. То есть, благодаря чему я сейчас достиг в этой жизни каких-то результатов. То есть, детство, в котором ты находишься, не значит, что ты плохо видишь. Это лучше не придумать. Мы росли, как росли все наши окружающие соседи. То есть, я первый раз подумал о том, что я плохо вижу в 7 лет, когда я пришел в школу, и вместо ручки мне дали грифель. Это прибор, ну, грифель и прибор. Это самые главные письменные принадлежности незрячего человека. И вот 5 лет назад на свет появился долгожданный Мирам. Мы думали, что, возможно, может так случиться, что у него будет плохое зрение. Все же люди как-то воспитывают. Мы же выросли. Но Мирам родился совершенно здоровым, чему и Ренат, и Гульнара были бесконечно рады. Окружающие незрячих родителей жалели. Не верили в то, что они справятся с малышом. Ну, как же вот вы с ребеночком, с таким маленьким, сами не видите. Ой, какие бедненькие. Мне даже такое говорили. Ничего тут страшного нет. Ну, все люди ко всему приспосабливаются. Пусть у меня нет зрения, но у меня же все остальное великолепно все функционирует. И, во-первых, зачем вообще зрение нужно, чтобы там ребенка искупать или одеть, когда можно все на ощупь делать. Это я так, это, для зрячих, берегите зрение. Мирам очень быстро повзрослел и стал проявлять самостоятельность. Помыть посуду, накрыть на стол, заправить кровать. Мирам во всем помогает родителям. Я их помогаю пылесосить. Я один из страха на улицу иду. Уверенность на улице Гульнаре вселяют только Мирам и тепло его руки. Сын в буквальном смысле стал глазами своей мамы. Так я иду с тростью, я могу наткнуться там на что-нибудь, а так я не натыкаюсь. Вышли на улицу как-то вот вместе гуляли, дошли до магазина. Затем рискнули уже, когда ему три годика было. Пошли на рынок, где-то три с половиной, наверное, вдвоем. Ну и на рынке мне надо было халат выбросить. Я говорю, Мирам, мне нужен халат. И он подвел меня к халатам. Я видел, где магазин с халатами. И я видел, где рынок, где фрукты покупают, хлеб. И там есть магазин, где хлеб продается. Гульнара Джунусова никогда не видела своего сына Мирама. Но она его чувствует сердцем и руками. Незрячая мама рисует словами портрет малыша. У него глаза, я знаю, что у него зеленые. Эти волосы темные. Такой круглолицый. Я знаю, что он похож и на папу, и на меня. Они не видят окружающий мир и все же смотрят. Именно смотрят в будущее с оптимизмом и искренней улыбкой. Эй, друг, веселей, песни в сердце согрей. Любая беда вмиг отступит тогда. За мной подхватив этот бодрый мотив, Ты песенки в такт бей в ладоши. Вот так. Герои нашей программы доказали – в темноте вовсе не страшно. Не страшно тогда, когда рядом любимые люди, которым доверяешь. Это была программа «Возможность есть». Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин